Благодарность в конверте Добрый вечер, я Анастасия Самойлова, а это Информбюро, программа «Чистых новостей». И вот под какими грифами сегодняшний день войдет в историю. Гриф финансы. Сегодня на заседании Краевой Думы депутаты обсуждали главный финансовый документ Ставрополя на 2012 год. Утвердили ли бюджет, узнаете из сюжета Павла Недовицкого. Гриф патруль. В канун новогодних праздников для охраны хвойных деревьев лесники привлекают казаков. Как они совместно справляются с этой задачей, узнаете из сюжета Олеси Мереховой. Гриф ожидания. Предпраздничные дни настали, а снега все нет. Когда он выпадет, расскажем в конце программы. Гриф финансы. Бюджет 2012 – главная тема сегодняшнего заседания Краевой Думы. Депутаты обсуждали, каким будет главный финансовый документ Ставрополья. За ними следил Павел Недовицкий. Паш, ну расскажи, утвердили ли предложенный правительством проект. Да, Настя, главный финансовый документ Края утвердили. Бюджет 2012 на заседании обсуждали относительно недолго. Особых споров также не возникло. Дело в том, что до этого над проектом работали профильные комитеты. Затем специальная согласительная комиссия, куда входили и депутаты, и чиновники из Краевого правительства, еще раз обсудила все предложенные поправки и решила спорные моменты. Бюджет получился дефицитным. Разница между доходами и расходами – более 5 миллиардов рублей. Всего же в следующем году в Крае планируется потратить 67 миллиардов 685 миллионов. В дальнейшем эта сумма может увеличиться за счет дополнительных доходов и поступлений из федеральной казны. Мы до конца еще не знаем объем субсидий и прочих межбюджетных трансфертов, которые будут поступать из Российской Федерации. После того, как на федеральном уровне отраслевыми ведомствами, министерствами будут распределены средства между субъектами Российской Федерации, этот объем у нас традиционно увеличивается. Больше всего денег планируется потратить на социальное направление – 25,5%. На втором месте здравоохранение – более 20, затем образование – 18. Изменились и структура расходов, и система формирования краевой казны. Например, полицию общественной безопасности теперь будет финансировать федеральный центр. По иному будут распределяться и налоги. Одно из главных новшеств – появление Дорожного фонда. 6 миллиардов 177 миллионов рублей сразу же пойдут на дороги Ставропольского края, на внутрипоселковые дороги, на внутригородские дороги. И это очень хорошо, потому что вы знаете, что дороги у нас не очень хорошие всегда. Если мы несколько лет так поработаем, уверяю, у вас будут серьезные сдвиги, потому что эти вопросы волнуют людей. Еще один важный законопроект, который приняли на заседании, касается запрета свободной продажи кодеиносодержащих препаратов. Лекарства, из которых можно приготовить опасный наркотик, дезаморфин, теперь будут отпускать из аптек только по рецепту врача. Он вступит в силу сразу же после подписания его губернатором как высшим должностным лицом. Я думаю, что с 1 января он уже начнет работать. Конечно, там есть вопросы, сразу же люди нам начнут задавать, как быть с некоторыми видами лекарственных средств. Но в законе четко прописано, что они будут выдаваться теперь по рецептам врача. Второе, есть замещающие их препараты. Подобный запрет с 1 июня следующего года начнет действовать по всей стране, но ставропольские законодатели решили, если ввести ограничения раньше, это поможет спасти много жизней. Павел Гендовицкий, Николай Попов, Информбюро. Гриф с огоньком. Уже через неделю весь мир будет встречать Новый год. Не обойдется без шумных застолий с морем выпивки. Не успеют куранты пробить 12, как люди на улицах начнут запускать салюты. По правилам и без. Сергей Шегу сегодня на селекторном совещании проинструктировал ставропольских МЧСовцев, как провести зимние каникулы без человеческих жертв. Кристина Ревенко с подробностями. Новый год уже на носу и у всех жителей края забот по горлам. Покупка подарков, составление меню и программы праздника. Между тем, для пожарных и спасателей предновогодняя лихорадка тоже весьма горячий период. Некачественная пиротехника вкупе с алкоголем могут превратить праздник в опасное огненное шоу. Чтобы зимние каникулы не омрачили оперативные сводки, сегодня на селекторном совещании министр чрезвычайных ситуаций дал наставление сотрудникам МЧС по всей стране. Первонаперво, отметил Сергей Шегу, необходимо в последнюю неделю, вплоть до 31 декабря, активно заняться пропагандой безопасного проведения праздника. Подчеркнул любыми методами. Надо, чтобы гражданин ночью его разбуди, ночью его разбуди. И он нам сказал, жевать надо орбит, чистить раковину комитом, курить по селе нельзя, петарду в ванне запускать нельзя. С балкона на балкон делать тоже нельзя. Надо вбивать голову вместе с Ходеншолдерсом. Все вопросы безопасности. Искусственные елки, китайские дешевые гирлянды и некачественная пиротехника – главные причины пожаров. Сергей Шойгу приказал во всех регионах проводить рейды по стихийным рынкам и торговым точкам, где сладка продаются люты и фейерверки без лицензии. Министр потребовал все нелегальные базары ликвидировать, плюс к тому проверить все увеселительные заведения, чтобы пермская трагедия в ночном клубе «Хромая лошадь» не повторилась. Никакого либерализма, никакого, абсолютно. Берите нарушения, не допускайте, чтобы в этих заведениях собиралось большое количество людей. Если необходимо, привлекайте органы прокуратуры. В Ставропольском крае отметили МЧСовцы уже все практически готово к праздникам. Проверены почти 1600 школ, детсадов и дворцов культуры, где будут проводиться елки. Игорь Одер подчеркнул, пожарным на этих каникулах отдых будет только сниться. В празднике служба будет работать как в режиме праздника, как у лошади. Голова в цветах, задница вся в мыле. В этом плане, так и наши инспекторы должны, обязаны будут эти праздники отработать. Уже сегодня такая работа наведена. В конце селекторного совещания Сергей Шойгу отметил, после новогодних праздников состоится итоговая конференция, где всех ждет подробный разбор полетов. Кристина Ревенко, Юрий Корниенко, Информбюро. Гриф «Патруль» – главное украшение новогоднего праздника. Усиленно приходится охранять лесникам. Хвойный лес на Беспутских полянах, где растут 25-летние сосны, они высаживали сами. Чтобы деревья не попали под топор браконьеров, лесникам пришлось подключать казаков. Подробности у Олеси Мелеховой. У нас следов не было совершенно свежих. Даже дождь же прошел, дождик. Тут вот следы видно. Такие проверки на Беспутских полянах проходят постоянно. Здесь 6 патрульных маршрутов. Группы по 3-4 человека сменяют друг друга, охраняют хвойный лес 24 часа в сутки. Территория полян огромна. Патрулировать ее не так просто. Поэтому на помощь лесникам пришли казаки. В помощь силы брошены еще Стагопольского казачьего войска, Союза казаков России. Неоценимую помощь, конечно, они приносят нам. Поимки этих правонарушителей. Казак Игорь Глазов говорит, лесникам он помогает уже больше пяти лет. Собой на патрулирование берет охотничью собаку. Казачий пес Филимон тоже на страже порядка. Чтобы преступника задержать на месте, рассказывает Игорь, нужно прислушиваться к каждому звуку. Но отслеживают правонарушения и другими способами. По периметру в основном все подъезды лесники закидали ветками. И чтобы смотреть, нет ли автомобильного следа по этим дорогам. Ну, пешим сюда никто, как говорится, не придет за этим делом. Поэтому все на машинах. Ну, естественно, сегодня тихо, дождик прошел, видно все следы. Поэтому очень удобно. Есть на полянах сеянцы, которым около трех лет растут в лесу и большие 25-летние сосны. Некоторые умудряются спиливать у этих деревьев верхушки и украшать их на Новый год. Только вот сосна после таких процедур, говорят лесники, если не погибнет, то боковые ветки вверх точно не пустит. Вот эти 10-летние сосны особенно хотят заполучить браконьеры. Например, такая зеленая красавица отлично впишется в новогодний интерьер любой квартиры. Вот только что росли эти деревья 10 лет не для того, чтобы на неделю украсить праздник, браконьеры не думают. Тех, на кого эти доводы не действуют, будут наказывать рублем. Если злоумышленника признают виновным, ему придется заплатить около трех тысяч. Но это не все. Лицо, виновное в совершении незаконной рубки хвойных деревьев, обязано возместить материальный ущерб, который определяется в зависимости от диаметра стволика хвойного насаждения. Так, сосна диаметром стволика 8 сантиметров ущерб составляет 1500 рублей. Олеся Мельхова, Илья Аладдин, Информбюро. Не с поздравлений с профессиональным праздником начал Игорь Бестужий сегодняшнее совещание с энергетиками. Тема прежняя – завышенные цифры в коммунальных платежках жильцов Краевого центра и недопонимание между энергосбытовой и управляющими компаниями. В итоге страдали люди, которые получали платежки с пятизначными цифрами. Добиться правды жильцам практически не удавалось. Из энергосбытовой компании их посылали разбираться в управляющие. И так по замкнутому кругу. Плюс ко всему, не все дома успели оснастить общедомовыми приборами учета. В этих многоэтажках люди продолжают платить по нормативам. Где есть приборы, показания снимали с них. И платили, соответственно, меньше. Еще одна проблема, подчеркнул Игорь Бестужий, некомпетентность специалистов, которые снимают показания счетчиков. Вроде на приборе одна цифра, на листке выходит в 4, а то и в 5 раз больше. Главный итог совещания – энергетики предложили забыть о старых дебиторских задолженностях. Игорь Бестужий отметил, что надо сделать это очень оперативно. Сегодня важно, чтобы у нас прекратился, Светлана Васильевна, системный вал, в основе чего лежит накопившаяся дебиторская задолженность управляющих компаний перед сбытовиками и дебиторская задолженность жильцов за предыдущие месяцы. Важно сделать так, чтобы, начиная с платежей январских, старая задолженность не попадала в платежные поручения, которые получают жильцы. Это самое важное. Как только мы эту проблему решим, мы снимем всю проблему в целом. Гриф «Не прячьте ваши денежки». Не заплатив транспортный налог вовремя, можно лишиться автомобиля. Вместе с судебными приставами Алексей Форсиков навестил злостных неплатильщиков. Ирина Анатольевна почти лишилась своего автомобиля. К ней в гости пожаловали судебные приставы исполнителей и налоговый инспектор. Она задолжала приличную сумму транспортного налога. Затянула с выплатой настолько, что дело дошло до суда и исполнительного производства. В итоге для «Черной Волги» наступили черные дни. Она под арестом и передана владельцу под роспись на ответственное хранение до погашения долга. Хозяйка машины рассказала, давно продала другую машину по генеральной доверенности, а транспортный налог начисляют ей. Ругает систему и жалеет о том, что сразу не сделала все как надо. Первую машину мы продали в 2000 году. Что такое идти в РЭО в те времена, становиться, снимать с учета, номера снимать. Это просто нужно убить неделю. Пришел к нотариусу, генеральную доверенность оформил, документы человеку отдал, получил деньги, продал автотранспортное средство. Ну а вот он итог такой. Быстро сделали, оформили, долго сейчас и нудно расплачиваемся. Поэтому не надо так делать, надо делать сразу все хорошо. Среди задолженностей ставропольцев налоговые долги на первом месте. Для более эффективного пополнения городской казны созданы такие оперативные группы, которые по вечерам наведываются к особо задолжавшим горожанам. Данное рейдовое мероприятие направлено на взыскание транспортного налога по территории промышленного района. Рейд осуществлен непосредственно с администрацией города Ставрополя и сотрудниками Федеральной налоговой службы по промышленному району. В рамках исполнительного производства наложен запрет на перерегистрацию транспортного средства. Также наложен арест на имущество в счет погашения задолженности по налогу. Такие рейды приставы считают эффективными. За неделю городская казна пополнилась на 300 тысяч рублей. Алексей Форсиков, Илья Аладин, Информбюро. Гриф арт-терапия. В Кисловодске людей пожилого возраста учили рисовать на витражах и заниматься квилингом. В доме-интернат Биштау пожилым помогали справиться с негативными эмоциями. Подробность у наших коллег из курортного региона. Арт-терапия или терапия искусством является относительно новым методом психотерапии. Выбор данного направления работы в доме-интернат Биштау с людьми пожилого возраста не случайен. Арт-терапия зарекомендовала себя как эффективный метод работы с людьми, которые в силу физических или психических особенностей зачастую ограничены в общении с окружающими. Творческий опыт, развитие новых навыков и умений позволяют более активно и самостоятельно участвовать в жизни общества. Арт-терапия для людей нашего возраста – это очень важно, так как не все в этом возрасте начинают, например, рисовать, начинают рисовать на витражах, начинают заниматься квилингом, то есть бумагокручением. А у нас вот это и есть, и наши проживающие с удовольствием этим занимаются. В работе с проживающими психологи дома-интернат Биштау используют несколько направлений арт-терапии. Изотерапия, цветотерапия и музыкотерапия. Эти направления являются одним из самых приятных способов психологической разгрузки. Арт-терапия не ставит своей целью сделать человека художником или актером. Она направлена в первую очередь на решение психологических проблем. Во время занятий мы разговариваем, проживающие выплескивают свои отрицательные эмоции, свои переживания. Также во время занятий мы используем музыку, которая позволяет снять мышечные зажимы, нормализует артериальное давление, снимает тревожность и страхи. Наталья Попова живет в доме-интернат для престарелых 13 лет. Благодаря занятиям арт-терапии почувствовала гармонию с собой и окружающим миром. Ну а после музыкотерапии вдохновляется на создание новых работ. Начала рисовать здесь, никогда вообще не рисовала. Научили, как кисть держать. Любимая тематика, конечно, птицы, животные и также природа. Рисовать можно каждый день, не задумываясь о красоте рисунка, не ища в нем какого-то смысла и ясных образов. Главное – отвлечься от проблем, выбрать несколько цветов и отдаться самовыражению. Гриф – кузница фотокадров. Наша съемочная группа накануне побывала на двойном празднике. Для кого день вчерашний стал знаменательным, расскажет Татьяна Федорова. Что же накануне объединила аж две с половиной сотни фотографов и зачем Сергею Гнездилову подарили зонтики? Об этом в сюжете далее. Сейчас и на фотограф, а еще каких-то 20 дней назад она была всего лишь ученицей. Теперь девушка точно знает, что такое выдержка, баланс, фотовспышка. Говорит, фотографирует давно, однако работа с профессиональной камерой – это искусство особенное. Было интересно узнать, что такое фотография с точки зрения профессионала. Воду потянулась за знаниями к профессионалу – в школу фотографий Сергея Гнездилова. Результатом, говорит Инна, довольна. На сегодняшний день я фотографирую пока в домашних условиях, но я думаю, что в будущем у меня есть шанс стать неплохим фотографом, может быть, даже профессионалом. Кузница фотокадров за два года своей работой выпустила аж две с половиной сотни готовых профессионалов. Для каждого из них фотография стала важной частью жизни. Именно поэтому, объединенные одним увлечением, одной школой, они собрались поздравить учителя. У-у-у-у! Поздравляем! Кстати, этот день объединил сразу две знаменательные даты. Во-первых, двухлетие школы фотографии. Во-вторых, десятилетний юбилей фотостудии Сергея Гнездилова. Среди гостей, желающих поздравить фотографа, оказалась даже министр культуры Ставропольского края Ольга Казакова. Говорит, знакома с каждым из команды. Все молодцы, однако Сергей… Самый главный изюм, конечно, в руководителе всегда. Я с большой гордостью всегда рассказываю всем людям о том, что есть удивительный художник, удивительный человек, удивительная работяга Сергей Гнездилов. Сергей с улыбкой вспоминает время, когда все только начиналось, и говорит, даже не верится. Десять лет назад мы начинали с простого. Мы открылись, как обычная фотография для фотографий на документы. Три на четыре, четыре на сэш. Сейчас даже смешно это вспоминать, но это действительно так. Что касается фотошколы, то это настоящее отдушно. Не жадный на знания, он готов делиться профессиональными секретами со всеми желающими. Десять лет фотостудии, да? Да! Нужно подарить то, что действительно нужно для этой классной, действительно серьезной, красивой фотостудии. Равняйтесь на Гнездилово. Я желаю, чтобы с каждым годом все больше и больше развивался ваш бизнес. Я просто желаю, чтобы так же все процветало и только школа расширялась. Сергей, поздравляю! И в заключении курсы валют. Долларбанки сегодня покупали за 31 рубль 40 копеек, продавали за 32.07. Евро курс покупки 41.10, продажи 41 рубль 90 копеек. Курс валют, установленный Центробанком, на завтра в доллар 31.56, евро 41 рубль 23 копеек. На сегодня это все бизнес-новости. Я с вами прощаюсь и, как всегда, желаю удачи на дне. И время поговорить о погоде. Я передаю слово нашим уникальным метеоблизняшкам Маше и Даше. Здравствуйте! Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночь на территории края около двух тепла. Затаро-Ставрополинная мыска и облачно. Днем плюс четыре, вечером минус один. Города Кавказских финальный ход пасмурно. Днем два, вечером около ноля. Ветер уго-восточный пять метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый круглосуточный канал STV Plus в Триколоре. Заходите к нам на сайт stv.rf. Смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. И обязательно звоните, поможем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. А у меня все. Вы смотрели информбюро программу чистых новостей. С вами была Анастасия Самойлова. До свидания.